Если вы хотите узнать, как я сделал 500 видеороликов, выпуская видео каждый день, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Я часто люблю рефлексировать. Я, наверное, знаю такой человек рефлексия, и, возможно, я чаще всего рефлексирую не на видео, а когда-то, не знаю, когда монтирую, допустим, видео, или когда, наоборот, ничего не делаю, вот так. Ну, а почему бы не сесть и не рефлексировать даже никому? Это не выдавая чисто внутри себя, да? Что я сделал, что я не сделал, что я мог сделать лучше и так далее. И потом всё это сводится к тому, что, ну, сделал и сделал. Типа, это не исправить. Если я так сделал, значит, так было нужно. Я вот такого придерживаюсь на протяжении уже всей своей жизни, и ничего такого. Если делал что-то неправильно, то, безусловно, извиняюсь. У меня на канале даже есть плейлист с извинениями, где я могу извиниться за те или иные какие-то ошибки с моей стороны. То есть мне не зазорно всегда, знаете ли, признать свои ошибки и как-то вот о них высказаться. Потому что вот как бы это ни было фигово, да, когда вот ты что-то сделал не так, и вроде как это никто не заметил, и если ты не скажешь, это и не заметят, но вот это тебя гложет внутри. Вот твоя совесть не даёт тебе остаться вот с этим вот наедине, и вот тебе всё равно нужно, понимаете, извиниться за то, что вот просто ради себя. Похуй, там некоторые люди, возможно, осудят тебя за то, что ты сделал, там, и так далее. Некоторым, возможно, будет похуй, а некоторые поддерживают, и так далее. Но, тем не менее, тем не менее, для меня лучше, всегда намного лучше сказать что-то, и вот за это, в самом деле, извиниться, если я действительно был неправ, даже по моим личным суждениям. То есть это всегда намного лучше. И сегодня у меня выходит 500-й ролик, а для тех, кто, возможно, не смотрел мой самый первый ролик на этом канале под названием «Начало», те, возможно, не знают вообще, для чего этот канал создан, и почему тут ролики выходят каждый день в 20.00. Я сейчас вкратце всё это расскажу, если вам нужно более подробно всё это разобрать, то в ролик «Начало» пожалуйста заходите туда, там всё вот это вы посмотрите, всё вам будет ясно, понятно, и вы такие типа, а, ну, ладно, если уж так, то, ладно, ролик сразу хочу сказать будет максимально скучным, то есть это чисто для тех, кому, возможно, интересен я как человек, как, возможно, ещё кто-нибудь, да, как какой-нибудь, я не знаю, GTA-самп-ютубер, хотя я много раз говорил, что я не GTA-самп-ютубер, не надо меня причислять к этому болоту, то есть кто такие GTA-самп-ютуберы? Это вот эти вот, которые, знаете, пошёл на капт под Балтикой 9, купил аккаунт, там, я не знаю, от бомжа до депутата, блядь, вот все прочие вот эти вещи, меня к ним, пожалуйста, не причисляйте, я абсолютно против всего этого говна. Тем не менее, сегодня, 16 мая, в субботу, у меня выходит 500-й ролик, на самом деле он должен был выйти намного раньше, просто бывали такие случаи, когда мне приходилось пропустить один день выкладки роликов по каким-то обстоятельствам, либо, там, знаете, с компьютером что-то, либо, там, ещё что-то, таких дней было, ну, возможно, от силы, ну, максимум дней 7 наберётся, в разные периоды, то есть не было такого, что я 7 дней подряд не выпускал видеоролики, раньше я старался, знаете, как сделать, то есть выпустить несколько видеороликов за один день, то есть если я в тот день не выпустил один видеоролик, то в этот день я, значит, выпускаю за тот день, и вот за этот день, который сейчас идёт, то есть вот так вот, чтобы, знаете, максимально отчитаться. Я понял, что в этом нету никакого смысла, потому что лучше я потом закончу позже весь этот свой челлендж, чем буду, вот знаете, выдумывать какие-то видеоролики, и постоянно их, знаете, выкладывать два ролика в день, то есть это вообще смертельно, на самом деле, потому что там от одного видоса, ютуб не знает, как оповещение прислали, тут их целых два выходит и типа ютуб вообще такое хуевает, думает чел, ну ты че блять, ты че такое делаешь опять же, вот 500 ролик, что я вообще понял в начале, когда я только создавал канал, я сразу говорил, что если вам не нравится то, что я делаю если вы просто зашли из-за какого-то одного ролика, то не подписывайтесь на этот мой канал, и знаете ли, в чем дело, это не работает, то есть человек, если он видит какой-то ролик и он ему по каким-то причинам нравится неважно по каким, либо вызывает у него, допустим отторжение, и он подписывается такое тоже бывает, типа так и рождаются ваши хейтеры, которые будут, знаете, подписаны на ваш канал с колокольчиком а вот когда колокольчик все звенит, они с нулевой секунды поставили дизлайк, вышли, таких, такие есть люди вообще, ну абсолютно у каждого ютубера, чем бы он не занимался если только, знаете ли, у него не 100 подписчиков да, то есть в любом случае такое есть я постоянно был, знаете, против всей этой конъюнктуры, декаданства и вот всего-всего прочего, но вот в последнее время у меня выходит только это к сожалению, то есть почему так происходит потому что просто с нуля без каких-то особых усилий да, свой контент абсолютно не продвинуть, то есть нужно обязательно вот эту, нужна вот эта вот конъюнктура обязательно, то есть без нее ну вообще сейчас никуда не уйдешь потому что тебе нужно где-то набрать начальную аудиторию, чтобы вот эту свою начальную аудиторию потом немного образовать в нужное тебе русло допустим, вот я набрал какую-нибудь аудиторию с роликов про вертечь там с пародией, потом там с еще одного ролика под названием вертечь должен извиниться и кто-то, разумеется, задизлайкал а кто-то в самом деле подписался и уже эту подписную аудиторию, которая на меня подписалась при помощи сампо-обзоров при помощи прочих каких-то видеороликов я как бы и вот образумиваю к себе то есть располагаю к себе будет правильнее сказать, извиняюсь за мой там, знаете, такой русский язык я стараюсь максимально без каких-то склеек без всего то есть, как я обещал в первом видеоролике что буду тренировать речь и действительно, речь тренируется то есть, исключительно, что не хватает словарного запаса с этим нужно что-то делать потому что для связи каких-то слов у меня используются мат либо слова-паразиты и это плохо это словарное голодание оно в самом деле есть но, однако, говорить в микрофон без текста я уже, как вы можете понять более-менее, на каком-то начальном уровне научился то есть, все мои ролики, которые вы можете увидеть кроме самп-обзоров записываются без текста потому что самп-обзор это все-таки такая журналистская работа и там, ну, как бы, без текста вообще никуда я могу что-то допустим, когда идет текст и потом что-то сказать знаете ли, немного от себя то есть, такое есть такое, ну, типа, в обязательном порядке имеется ну уж, тут, извините, куда деваться потому что, а как иначе-то? ну, это просто не важно то есть, журналистская работа она без текста вообще не идет а самп-обзор это именно какие-то обзоры Это, возможно, в какой-то степени расследует Но это не разоблачение, не путайте Сам по обзору это вот так вот Так вот, что я по итогу хотел сказать За эти 500 дней плюс-минус с какими-то редкими пропусками У меня вышло, ну, 500 роликов Вот так вот, плюс-минус То есть с моего канала, можно сказать, прошло, ну, плюс-минус 500 дней Там плюс-минус 7, возможно, там 8 дней, что-то около того И вот выходит 500 ролик За это время я перепробовал много всего Там даже какие-то, знаете ли, пародии на летсплеи были Или что-то вроде того Такие, знаете, целые новостные выпуски Которые я делал вместе с журналом Сам Ворлд Когда там был еще такой, знаете, замечательный редактор Роман, его, по-моему, звали Могу ошибаться, опять же, таки не смотрел Но спасибо ему за то, что вот за наше плодотворное сотрудничество За все прочее То есть были и Самп Ньюз И что там только не было Потом я просто перешел на модель таких, знаете, одиночных Разговорных новостных видеороликов Вот сейчас это в самом деле выходит Но самые, конечно, знаменательные видеоролики Самые, конечно, крутые видеоролики Они находятся, во-первых, во вкладке Самые популярные Там чаще всего конъюнктура Вот именно та конъюнктура, о которой я говорил Наверное, кроме ролика про Зака Потому что ролик про Зака Это, в самом деле, какое-то такое более-менее еще нормальное творчество Все остальное То, что там идет в разряде самого популярного Это, ну, вот Та самая конъюнктура И декаданство И что-то наподобие того А вот самые, самые топовые видеоролики Для тех, кто, возможно, только пришел на мой канал И вот досмотрел до этого момента Самые топовые мои видеоролики На плейлисте В плейлисте Сампобзор сезон 2 Вот они именно там и находятся То есть вот там Те ролики, которые абсолютно всем нужно посмотреть В обязательном порядке Потому что они Дико крутые Дико годные И я их вообще всем советую То есть я над ними работаю Это настоящая, я не знаю, журналистская работа Наверное, будет громко сказано Тем не менее, что-то родственное Со всем этим есть То есть вообще, в целом Какой-то видеоблогинг Да, если его так можно назвать В целом, ну, это журналистская работа Я не согласен с тем, что это что-то там От кинематографа или наподобие того Это журналистская работа То есть, ну, что-то такое И вот так это все выходит Я даже не знаю, что тут еще можно сказать Потому что больше всего Я, наверное, скажу В тысячном видеоролике А это в целом Такой, знаете, промежуточный этап Вот этой вот, знаете, жизни То есть это середина Вот этой жизни моего канала Я не знаю, что будет после тысячи видеороликов Я еще толком не придумал Есть некоторые идеи Тем не менее, ролики до сих пор выходят И это пятисотый ролик Спасибо вам за то, что смотрите Мои видео на ютубе Я дико рад, что Некоторые из них вам могут нравиться Некоторые из них вам могут не нравиться Вообще, я бы хотел стать таким, знаете Королем дизлайков Возможно, на GTA-самп ютубе Постоянно отзываясь о каких-то ютуберах И обо всем прочем То есть, ну, объективно скажем Долбоебам ничего и никогда не объяснить Ты им вот все факты разложи Как говорил Брулев Ходи в рот им носы Им все равно будет абсолютно похо И Брулев это, знаете, такой Я не знаю, как его можно назвать Вот какой-то, ну, философ 21 века Вот он прямо, знаете ли, молодец Мой любимый Брулев плей На него, кстати, тоже есть сам обзор Там час 18 минут, по-моему, идет Можете его также посмотреть Замечательный обзор Замечательные две сюжетные линии Которые развиваются Вместе с друг другом То есть, абсолютно концептуальный Такой, знаете ли, обзорчик Всем спасибо За просмотр данного видеоролика Много я тут сказать не могу Просто спасибо за то, что смотрите Спасибо за то, что подписываете Спасибо за то, что ставите лайки или дизлайки А в комментарии по данным видеороликам Можете написать, что в данном ролике Вам было хуёво смотреть Неудобно, неудачно Было скучно, возможно, смотреть Что было не так Я ко всему этому прислушиваюсь И в самом деле Пытаюсь как-то более-менее Исправиться Спасибо за то, что пишете свои комментарии Ставите дизлайки Потому что лайки Они не так сильно мотивируют Как дизлайки Как вот именно Попытка что-то доказать Что ты можешь сделать лучше В самом деле Вот это мотивирует Поэтому Всем спасибо За просмотр данного видеоролика Геймплей данного Пятисотого Видеоролика Снят на проекте Arizona Roleplay Сервере Phoenix В описании есть Айпишник на данный сервер Там же есть мой Никнейм Данте Коннор Который, если вы введете В никнейм Пригласившего вас игрока То получите 300 тысяч вертов При достижении вами Пятого игрового уровня Там же есть Ссылочка на мой Телеграм канал В котором выходит Большое количество Видеороликов Заходите Смотрите Участвуйте В целом В жизни этого канала Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok